Перевязанный скотчем Перед сном наелся виноградика Какого еще виноградика? Так как было крайне хуйно И будь я один, я бы скорее всего не стал стримить Просто валялся бы и страдал Так как после этого силы были на нуле Но все-таки у меня многолетняя традиция Стримить на новый год Я так делаю примерно с 2015 года И этот год я не хотел делать исключения Плюс Тяночка сказала, что будет сидеть рядом И поможет вести трансу, если мне очень хуйно будет А, так вот оно что Желание было подрубиться на пару часов И уйти дальше валяться, терпеть 31 декабря, как день для стрима Стян Был выбран не случайно Так как с бывшей девушкой Я также подрубался на новый год И знакомил ее, так сказать, с аудиторией Ну а когда случился нынешний подруб Все было очень скомканно И я, будучи в плохом состоянии Начал, как обычно, читать чат Нести околесицу Не сказав, что сегодня Стян Стримлю не представил И так далее Я, конечно, был в апатии Не очень вменяем Но это Чел реально оправдывается За то, что он Стян постримил Это не оправдывает то, что для многих в тот день Я сделал неприятно Вся эта ситуация вылилась в неприятные последствия За что повторно хочу попросить прощения У тех, кому я испортил праздник Я этого не хотел А ситуацию в тот момент я осознать не смог Ну и далее из-за этого бардака Некоторые люди посчитали, что Да пошел Ваш аудиорв Сам же собрал вокруг себя аудиторию жены ненавистников И потом удивился такой реакции с их стороны А теперь им будут отбрехиваться, врать и вбрасывать хуй Ту деваха, которую я держал в заперти год, три или целых пять лет Внезапно ворвалась на стрим без моего ведома И начала базарить мне в микрофон Однако это не так Она сидела рядом И вот это ее первое появление на трансе Что, новый видос у нее? Нет, старый Мои планы были Первое, третье, седьмое Это первое, что она сказала База проектов от 22 ноября Влог примирения с мамой Влог обзор на сервис ясно Выпустила влог Чат вижу, мне больше интересно реакция чата на ее первое появление А, там бежит Опа Кто-то засмеялся Кто-то писал Ой-ой Ага Опа Что за Сэшка? Попался Кто это? Сэшка Че? Дальше случилось представление. Однако в чате и в донатах началась лютая тряска. Мы оба растерялись и начались какие-то попытки домашнего контроля. И многие опять-таки зацепились за вот эту фразу. Каринки в бане. Вот именно. Каринка карликов не любит. А я люблю. А вы меня хейтите за это. Я с вами, между прочим. А карлики тебя не любят, понимаешь? Слышь, ты с ними, между прочим. Ты им писку дала? Нет. Всё, им обидно. Что теперь доступ к пицке, б***ь, у аудиорвы, а не у них. Ты чё, не понимаешь, как это работает? А? Провела... Чё? Больше года. А, ну да. Незаметно. А потом она скажет, что она оказывается с ним всего лишь месяц. Незаметно. Кошмар. Речь шла о том, что она год смотрит нижние интернеты. Ванамасов всяких и Савельевых, все девчаток с карликами. Нет. Она же сказала, что она не то, чтобы смотрит нижний интернет год. Она незаметно с ними. То есть, она с тобой. Как бы скрываясь уже целый год. От карликов. Она же буквально это говорит. Ещё раз. А вы меня больше года. Незаметно. Незаметно. А вы меня хейтите. Кошмар. Речь шла о том, что она год смотрит нижние интернеты. Ванамасов всяких и Савельевых, сидя в чатах с карликами. А не год у меня за шкафом прячется. Да ладно. Хейсус, привет. Ладно. Но больше привет я передаю чату. Потому что это самый х**чат на Твиче. Дааа. Потому что как можно так подбирать х**чат. Смайлики это просто п*****ть. Например, когда смотрели там Пентагон, когда там тёлка появлялась, там постоянно скидывали это смайлик с красными щеками. Постоянно с этого угорал. Или даже сейчас фильм смотрели, нашли какой-то смайлик с бегущим чуваком, когда зомби бежали за поездом. Ну короче, это п*****ть. Ну да. Все это х**чат добрые, умные, б*****ть. Угораю с этой х**чат. Из-за этого у многих сложилось впечатление, что я год прятал девку в другой комнате, рассказывая про инцелебат. Ага. Станцлер, спасибо. Ну это не вяжется, например, с моим постоянно сбитым режимом и стримами, которые раньше были по 15-20 часов. На такое время девку не спрячешь нигде. Да и когда кто-то громко разговаривает среди... А что в чём проблема? Чтоб её спрятать в другой комнате на 15-20 часов. Или что, её там начинают разрывать спустя какое-то время, что уж прям уже невозможно скрывать, и начинают орать, въезжать, мычать. Хе-хе. Не понял. Я просто не знаю, типа, вместе они живут или нет. В этом нет проблемы. Ночью в другой комнате, в таких условиях спать не получится. И рано или поздно палево будет. Ну не надо... А вот уже он по 20 часов подряд стримил или что? В этой трансляции никаких появлений девок не было, так как уже три года я был один. И никаких доказательств того, что это не так, нет. А далее на стриме Тянка дополнила свои слова, сказав, что она у меня месяц. Нет. Видел, как в Украине чего им раздали повестки прямо на похоронах погибшего бойца Су. Я просто... Не, я не видел. Не видел, нет. Спасибо, Куч, за 120 рублей. Но она как-то не уверенно сказала. Я тут где-то... Месяц. Год скрывалось, говорит, потом месяц. Уже никто или не услышал, или услышали, но пропустили мимо ушей. Таки да, познакомились мы пару месяцев назад, она мне написала. Потом общались в интернетах. Потом я таки решил испытать удачу и пойти на свиданку на каток. ТГшке писал. Где я с треском обосрался и упал. Я однажды, давно еще, реально пошел на свиданку, нарыгал и обосрался. Ну, буквально. Добрый вечер. Уважаемый бубчане. Давайте за... ...пенемент у нас и его мама Анжелику. Чтобы они сделали расклад в стороне Алексея и Бубу. С уважением. Ваш любимый и уважаемый майор Буба Губенштейн. Мяу. На нее? Нет. Рядом. Что? О, майор Буба. Спасибо. Спасибо. Маплекс 100. Спасибо. За донат. За 2 доллара. Упал, обосрался. Не, я не падал. Я просто наблевал и потом насрал еще жестко. Вот. Как было? Это, кстати, в Америке было. Решила с одной девкой, блядь, сходить в ресторан. На Манхэттене. С Алиной, нет. До Алины было. На Манхэттене. Такой дорогой ресторан. Думаю, ну давайте сходим. Сходили. Поела там черную икру и говядину. Помните, я вам рассказывал, что со мной происходит, если я съем черную икру и говядину? Тарелочница? Да не, ну похавали, короче. Проходит 30 минут. А я же рассказывал, вроде, даже эту историю уже, не? Я чувствую, мне что-то как-то, по-моему, тошнит немного. Такое, знаете, состояние в желудке началось через 30 минут уже. 30. Я такой, думаю, блядь, что-то как-то мне хуёво. Или не хуёво. Я такой, давай пойдем уже. Ну мы пошли. Ну я в туалет зашел, такой, думаю. Ладно, постоял возле раковины, такой, думаю. Ну, надеюсь, сейчас полегчает. Идем, гуляем. А мне все хуже и хуже, блядь. Все сильнее и сильнее начинает тошнить, думаю, пиздец. Что-то как-то это, блядь. Наверное, домой надо ехать. А холодно еще было. Я такой, да, поехали уже. Ну и все, блядь. Вызываю такси, короче. А нам еще ехать в одну сторону, блядь. И ехать, сука, час. Я такой, думаю, блядь, надеюсь, нормально все будет. А мне прям уже совсем хуёво. Садимся в машину и едем. Едем, едем. Проезжаю минут пять. И тут я понимаю. Я, я, я уже вот так сижу и такой. Я думаю, все, мне прям хуёво. У меня прям тошнит. Прям пиздец все у меня назад выходит. Я, ну все, я блевать хочу. Ну все, ну все. Я понимаю, но я не смогу терпеть. Ну час ехать. Я говорю, бля, можно такси остановить? Остановите машину. На Манхэттене, блядь. Останавливается машина прям на дороге. Я выхожу из машины, там такой, типа, заковулок был какой-то, кусты. И я, я начинаю блевать туда прям. Просто стою, блюю. Я еще думаю, ну она же не вылезет из машины, посидит. Блюю, короче, оборачиваюсь, она стоит рядом. Я такой, сука, нахуя. Ну думаю, ладно, окей. Она говорит, у тебя все нормально. Я такой, вообще супер. Вот. Поблевал, короче. Думаю, ебать, позор, блядь. Сажусь обратно. Ну, садимся в машину, едем дальше. Молчим. Я такой думаю, ладно, окей. Опять хуёво становится. Нормалеус, говорю. Можно еще раз машину остановить? Таксист в ахуе. Опять останавливается. Я выхожу. Опять блевать начинаю. Думаю, пиздец. Вот это охуеть, конечно. Конечно. Возвращаюсь в машину. Едем дальше. Проходит еще пять минут. Я понимаю, что я хочу охуительно срать. Меня и тошнит еще немного. Я уже все выблевал. Но я понимаю, что я начинаю хотеть срать. Причем, ну, именно прям, прям жидко. Ну, типа, прям по носам. Все, меня прям давит. Все, я сейчас обосруюсь прям в машине. Я говорю, а, блядь, вот не помешало бы нам остановиться возле какого-то заведения? А там, типа, Данкин Донатс. Это, типа, как Макдональдс, только там пончики продают. Я туда залетаю. Говорю, можно в туалет? Он такой, да. Вон там. Я туда, блядь, просто начинаю жестко срать. По-моему, еще и наболевал. Просто я сру, блюю. У меня с двух сторон, блядь. И я сру, 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 блядь. И просто не останавливается. Я думаю, пиздец, нахуй. Поел черной икры. Причем это не отравление. Она-то то же самое ела, блядь. Я говорю, это очень дорогой ресторан. Я туда, когда зашел, там все в костюмах ходят. Вот так вот, блядь. Там, наверное, сам Трамп жрет. Никто не отравился. Это именно аллергия. Потому что у меня это не первый раз происходит, когда я черную икру с говядиной ем. Все. У меня через 30 минут начинается. У меня такое было в Москве, когда еще жил. Сначала я этого не осознавал. Я это понял уже потом, вот, когда у меня здесь это произошло. Я понял, блядь, у меня же в Москве то же самое было. От такой же еды. Вот. И я сру, сру, сру. И в дверь, ну, в туалет. Начинает кто-то прям долбиться, блядь. А это хозяин заведения. Но я слишком долго сидел. Я не знаю, что я там подумал. Он долбится такой, что-то там. Блядь, 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 блядь. А я такой думаю, блядь. Я хочу срать, хочу блевать. Меня еще из туалета выгоняют. Короче, это был пиздец, ребята, блядь. Не, ну я посрал, в принципе. Высрал все, что смог. Вот. И потом уже я доехал. Почему Хесос сегодня стремит в футболке Зеленского? Именно 20 числа. Думайте. Ну, он мне свою подогнал, подарил. В знак благодарности за поддержку Украины. Так вот. И, соответственно, ну я посрал, поблевал. Еще раз в этом туалете. Я помню ту историю, ну да. И все. И поехали дальше. Просто молча ехали домой, блядь. Я сижу, такой думаю, пиздец. Доехали. Ну пока, пока, пока. Ну давай. Все. Разошлись, скажем так. Вот. И я потом думаю, ебать. Ам. Ам. Нормаляус. Ну, позор. А вы больше не общались? Да нет, еще пообщались потом. Ну и как-то и все. Она русская была, да? Охуительная история. Засранец. Ну я ж, блядь, не знал, что такая хуйня будет. Оху. Было бы круто, если бы ты прямо на нее в ресторане блеванул, а потом толчок обосрал. Вот это была бы история. Настоящая сигмобаза. А так, блин, неинтересно. В кусты поблевал. Ну такое. Не наш, блин. Ну и так, слушай, блядь, позорно было, чел. Часто у тебя такое в жизни происходит? Блудран, спасибо. Чего, блядь? У тебя каждая история охуение другой. Да. А часто, да, такое происходит? А, каждый день. Каждый день жрете черную икру и говядину? Стейки? Нихуя живете, блядь. Ф? Что, Ф-то? Опять микроф? Вы заебали, блядь. Когда вы себе интернета нормально поставите? Субтитры продолжалось, и вот в декабре мы уже стали парой. И на Новый год я решил представить ее всем. Парой? Меня, конечно, удивило еще то, что некоторые так называемые коллеги мне ставят в укор, что я деваху показал, и типа надо было не палить ее и не рассказывать ничего. Это у тебя. Тогда бы не было... Не у меня нихуя. У некоторых в чате все нормально. У меня тоже все нормально. Видите, у меня пропуск кадров 0-0-0. Все вообще заебись. И в чате у некоторых тоже заебись. То есть есть определенная категория зрителей, у которых почему-то F периодически. Но это на вашей стороне проблема, а не на моей. Отряски. Но в такой ситуации... Да. Спасибо, что поделился настолько печальной историей. Чатик, берегите себя. Обняла меньше, чем 3. Норм все, у меня норм, норм все. Вот я же говорю, у кого-то норм. А те, кто пишет F, ну у вас какой-то особенный провайдер, наверное, я не знаю. В ситуации я реально был бы тем, за кого меня принимают последние 2 недели. Но как сейчас, так и в прошлый раз, я честно и открыто показал, что у меня появилась тянка. К тряске я был готов, так как даже 5 лет назад, когда я представлял бывшую на стриме, то даже от 200 человек был хейт, а некоторые отписались. Но сейчас не об этом. Из-за путаницы во временных... Блин, ну это пиздец. Хейт и отписки из-за того, что у него, блядь, появился тян. Тян. Отрезках у некоторых сложилось ощущение, что никакого расставания с бывшей не было, и что я уже 5 лет с девахой чилю, так как начали сравнивать их голоса, и некоторым показалось, что это один и тот же человек. Так вот, чтобы снять все сомнения, у меня в ТГБРУГ голосову... Блин, и вася, где там сидели, голоса сравнивали, сухо. Они обе зачитывают одинаковый текст. И дабы никто не сказал, что я что-то там ускорил или эффекты наложил, идите слушайте оригиналы у меня в Телеграм-канале, ссылка в описании. Можете фоноскопическую экспертизу устроить и что угодно. Более того, я не просто продолжаю сожительствовать с бывшей, а якобы занимаюсь с ней разводом турков и прочих. С помощью приложений типа Тиндер, Дайвинчик и посредством социальной инженерии и техники НЛП выманиваю из глупых иностранцев деньги. Само собой, это очень серьёзное обвинение. Однако доказательств этих деяний, как водится, нет. Наиболее сильно в создании шизотеории обо мне и моей жизни прославилась некая мисс Гирос, которая смотрит меня с 2018 года, также смотрит Вонятку. И нас обоих на стримах в чатах она практически всегда подсирает. Меня она называла инцелым и девственником. Раньше у меня на стримах случались с ней дебаты относительно моей девственности, что очень забавляло и меня, и зрителей. Но полгода назад добрый человек задонил 5000 на её блокировку в чате. После этого она затаила на меня сильную обиду. Так что вбросы и клевета с её стороны очень ожидаемы. Потом был пост от меня, где я как мог попытался объяснить в очередной раз, что же такое терпение и что я никого не хотел обидеть. Но всех очень зацепила фраза «я вам ни сват, ни брат» от этого градус тряски только повысился. Разумеется, после таких событий не могли не появиться треды на 2Ч и многочисленные видосы об этом. Стоит сказать, что аргументация большинства строится на базе, взятой из шапки треда. Дальнейшую неделю наблюдал за тем, как эта тема раскручивается и дошла даже до верхних интернетов. Читаю базу из шапки. В рамках 12-го терпильного конгресса Рван Йо, известный как Аудио РВ, не только оскорбил святую суть терпения и предал постулаты ТНН разумизма, целебата и так называемой самости, но и прогнулся под уёбищную бабу прямо во время своего стрима. Шалашовка внезапно ворвалась посреди эфира и начала выёбываться на карликов, демонстрируя незнание элементарной базы. Это позор. Ещё большим позором обернулось пресмыкание и баборабство Сабжа, оказавшимся неспособным поставить пизду на место. Причина тряски не в бабе, предательство плевок и пиздёж Аудио Чма в Новый Год. Проповедовал блэкпил инцелебат и отказ от отношений, при этом скрывал тянку от своих зрителей, всё ради того, чтобы дурачки донатили очередному вождю руин целов. Есть пруфы, что тарелочница встречается с рванию больше года. Она сама заявила это на стриме. Кроме того, если сравнить голос его бывшей, которая присутствовала на одном из стримов, и голос нынешний, они совпадают. За пруфами приглашаю последовать в архивач. Конец цитаты. Аргументация во всех роликах не отличается от изложенной здесь. Так что пойдём по порядку. Но по поводу врыва бабы на стрим я уже сказал. Про годы одного и того же человека также. В ТГ записи голосов там сравнивайте. Идём дальше. Блядь, а я зайду в ТГ и сравню. А я зайду и сравню. Где? Давай нахуй. Думал не зайду, а я зайду. Так, ну и чё, а где? А где сравнение, блядь? Куда смотреть? Электрический ток. Направленное, упорядоченное движение частиц или квазичастиц носителей электрического заряда. Чего? Последнее электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а посредством электромагнитного поля. Электрический ток направлен на упорядоченное движение частиц или квазичастиц носителей электрического заряда. Подожди. Он попросил бывшую, блядь, зачитать этот текст? И настоящую или что? Нихуя не понял, блядь. Голос давит. Пиздец, и выложил так себе в ТГ, чтобы они, блядь, сидели, слушали и сравнивали. У них от этого ещё сильнее жопа сгорит, блядь. Ну, у карликов я имею в виду. Следующее электромагнитное взаимодействие между заряженными частиками... Прощаюсь ко всем карликам, кисикам, примкнувшим людям и просто любопытствующим. Распространяйте видос, как говорил Камикадзе, накажите, накажите, вот вы, распространите, блядь. Вот, распространите, скидывайте блогерам, стримерам, всяким. Реально же разные. Электрический ток, направленный. А как это выглядело, блядь? Он бывший написал и попросил голосовое записать? Я, блядь, в шоке, нахуй. Электрический ток, направленный. Объясняю суть Блэкпила. Это принятие реальности, что привлекательными мужчинами являются лишь 10-20% мужичков. УЯ! Нихуя самец. Впалей интересы, случился мэч. Но самостоятельную инициативу я не проявлял уже лет этак 7. После операции «Буря в Тиндере» в 2017 году, которая закончилась провалом. Ну, я об этом не раз рассказывал на стримах. Однако многие обозреватели не берут первые попавшие из себя нарезки. Они используют только то, что совпадает с общим настроением и дополняет обеспруфными данными, что я к тому же живу с бабой уже год, три, пять, десять, ну и так далее. Но я привожу как контраргумент свои нарезки разного времени. Вот, например, апрель 2022 год. Поздравляю, чувак. В один случае это не закон. Если бы массово подходили к Карлике, они бы мне об этом сообщали, хорошо, но я вот в таком случае, может быть за 4 года деятельности слышу, ну, третий раз, возможно. Что, кто-то там кому-то подошел? Не, Карлик, мне все так просто. Что-то понимаешь. 10 лайков за 2 дня норм? Нормально, нормально. Да, забей им Хоу, раз год и пал ты стреляет там. Да нет, я-то забил. Вообще, без проблем. Я просто говорю о том, что если ты ничего не делаешь, ничего не появится. Это заблуждение многих вот хиканов, которые всегда думают, что Даба сама появится. Они, кстати, сами же бабы так думают, что если Карлик ничего не делает, Ну, бабы все равно появится. Вот дедра она там увидит тебя и подкает. Да, там пятерочки, я не знаю, на лавочках где-нибудь. Какие-то в сверке. Ага. Где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь мероприятии, в школе, в институте. Ну, вот она подкает. Несмотря на то, что ты закончился, сидишь по 20 часов, ну, да, появится. Ну, не появится, к сожалению. Я бы, конечно, рад поверить, какие радужные. Ну, да. Ну, так не бывает. К сожалению, опять-таки, чудес не бывает. Ну, не надеетесь на то, что вам почему-то с небес не пойдет надо. Надо заниматься собой, а там саму придет, чувак. Ну, хорошо, вот, да, занимаешься собой, как саму придет, вот как, каким образом? как ну так ну напишет ему кто-нибудь не ну не абстрактно мне что-то скажет с небес упадет. Ну вот как она? Просто нужно бороться с этими мифами. Это же мифы. Самые настоящие мифы, с которыми нужно бороться. Что-то там подвернется, что-то там появится. Да не появится. Ребята очнитесь, вы будете одни сидеть. То есть вам с этим нужно скрыться. Люди просто так нормально и болезненно это воспринимают, что вот если я ничего не буду делать, то ничего не появится. И люди начинают выдумывать себе какую хуйню, что вот надо там развиваться, хуеваться, куда-то ходить. Ну еще раз говорю, если от вас не будет инициативы исходить в этом био-вопросе, 99% что ничего не будет. Ну уж да, извините, карлики, но это так. Это так. Один процент, да, вот кто-нибудь Вася напишет, что вот, как я вообще-то подошел, а ну, блядь, не бывает чего, да, а с готовой палкой стоять. Началку ходить, как варить, там есть тянки может быть через год, кого-нибудь встретишь, подцепишь. Ну так, чтобы подцепить, нужно появлять инициативу, карлик, о чем я и говорю. Если даже пацаны не понимают, мужики, вот эту тему, то что я тогда попытался вообще добиться, когда я объяснял, что если ты инициативу не будешь проявлять, ничего не будет. Да никто не доходит, ну, если даже до пацанов это не доходит, простишь и истина, блядь, то, конечно, видимо, все очень плохо. Карлики на той карлики, чтоб сказки верят, что у них прям появится, как бы, да, 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 именно, умеем, блядь. Ну нет, у кого-то появится, я не спорю, вот даже мне написала одна тянка адекватная, с которой встретился и встречался полтора года. Ну я, как бы, не люблю это слово, инфлюденция, у меня 10% женской аудитории, да, из которой там несколько процентов, наверняка, школьники. То есть, если представить, что ты видишь, что девушка небезразличен, она там посмотрит, на тебя глядь прячет, то ты не сможешь взять с кулак и кровить, инициативу нет, не смогу, потому что мне это неинтересно. Все уже, карлики, я для себя все выводы и сделал, для меня это был проблемный вопрос, так называемый, он окончательно закрыт. Все, я никакой инициативу проверять не буду. Хочет, пусть подходит, пожалуйста, я не против, я ее маку не пошлю и, там, начну хуй доставать, дрочить, там, да, и еще некую недокладную хуйню от чебучу. Хочет, пусть подходит, пусть подходит, но я никогда в жизни, все карлики, это, ну, я уже наподходился, как бы, не хуй. Не поверьте мне, блядь, никогда в жизни больше никому ничего писать не буду, там, типа, киндер, я даже там ехать больше не буду, это для меня тема закрытая, окончательно, я не буду этим заниматься. И даже там не секретарь будет играть гри-делки, хуелки, мне похуй, пусть оно подходит знакомиться, все, все. Льгое я сигма, блядь. Ну, пусть инициатива отказывать ждать не стоит, поэтому я говорю, что если вы безинициативное чмо, вот как я, просто ходите по улицам, вылитесь, как дебил, у этого никаких очков социальных недобой, вы все равно будете в одиночестве, вам не принят сосет и массаж не сделай. Просто же потом эти ваши установки, они будут развиваться о жестокую реальность, блядь, понимаете, то есть вы вот живете с таким установками, что кто-то, да, кто-то появится, да, нихуя вас не появится, покажу, пуле поднимите, блядь, и не начнете этим заниматься, вопрос, ничего у вас не появится. И никого. Это только дети думают, что еда падает, с неба, блядь. День не падает с неба. Да, да. Да, если есть вопрос, его ждать защитники тиндера от отношений, что вам даст наличие девушки, кроме своей девушки, вашу жизнь не изменится, как они понятного не могут. Дураки с молоком, с папиной сисик, сосами, не знаю все стереотипы, и женщину придется тратить, на женщину придется тратить энергию, идиоты. Ну, по поводу тратить энергию я не согласен, типа, если вы совместимы по характеру, по интересам, то в принципе все нормально в этом плане, не надо запариваться. Проблема, когда ты за плот карлика наркологиешься, вот это да, здесь придется, конечно, терпеть. Если ты ничего не делаешь, то ничего не будет, но до некоторых это не доходит, они упорно продолжают говорить, что да вот же, там, может повезет, а может это, а может там, из-за дерева выглянет, там, жиреномский, и подарит тебе девочку, блядь. Не, ну не бывает такого, типа, короче, ну это бесконечный разговор. Как видите, все в принципе сходится, отказ от инициативы, но принимать чужую инициативу так и стоит. Я не раз говорил, что если вас морочит белый вопрос, то идите либо к команде профессионалов, что поможет далеко не всем. Что это за команда профессионалов, это кто? Клубы по интересам, других вариантов нет. Когда что-то делаешь, то рандом таки может зарешать вашу пользу. Так что вот такие картинки, где я типа хожу и всех заставляю терпеть, а сам ебузь, но это, мягко говоря, ложь. Привожу вам вторую рандомную отрезку от апреля 2023 года. Любая самость пойдет, я же об этом говорю, вот эта вся самость хуямость, это хопинг все. Я же объяснял, что просто в таких условиях не будет на этом заниматься. Это неблагодарное дело, это бесполезный труд, так сказать. А так да, типа, если найдется кто-то вменяемый, то да, любая самость пойдет. Любая, еще раз повторяю, если вы, конечно, какой-то там, или патент, блядь, или я не знаю, у вас каких-то болезней, болезни там какие-то, тогда да, тогда да, что же похуй. А если вы половозрелый здоровый человек, то под натиском какой-то девки нормально, ну вряд ли кто-то удержится. Никто не удержится, поверь. Эти все сказки про бесконечное терпение и жизнь в одиночестве, это все в пользу бедных сказки все. Так, а у вас романы? Ну у вас романы по тем, я думаю, ему уже не надо. Я бы удержался, да, 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 удержался. Растраивай карликов. А что расстраивать, я что, не по факту говорю, как бы, да, самость это хопинг. То есть, ну, вынужденный хопинг, вынужденный. Просто ситуация такая, еще раз говорю. Такая ситуация, да. В другой ситуации, конечно, в этой мы бы мы такой херней занимались, а так, да, лучше делать. Вот у меня 150 лайк в тиндере сегодня пришел, а я тут терплю уже 2 года в целебате. Ну правильно. Да тиндер это тоже хопинг. Зачем ты это сможешь? У меня тоже были лайки и ничего. Затем, чтобы ты свои тупые вопросы мне задавал. Не получалось. Самость падет. Да, падет, падет, поверьте. Под натиском, не какой-нибудь антатр конченый, да, который, ну, я бы нам, да и любой хикан дропнул бы такую мразотную даду. Вот. А, так. Если карлик встречает, так сказать, какую-нибудь ультрадевочку под свои нужды и по своим вкусам, то, поверьте, вероятность того, что самость удержится, и вы затерпите, вы там не начнете ее лапать деньги в парке, но это процентов 5, наверное. Да меньше даже. Почему вы? Типа, если не односложные ответы, мы же не берем в уме, но не односложные ответы. Почему вот многие люди вообще катились в этот виздиишь? Ну, вот из-за провалов вот в этом поле знакомств и как бы тогда что-то там сделать. И люди понимают, что оно того не стоит, выкатываются, и занимаются автотренингом по блэкпиу там и прочее. Да. Но, если ситуация переменится, например, в тиндере, или где-то там, вы встретите меняемую девку какую-то, которая будет идти на контакты, и у вас будут как минимум не односложные ответы. В тиндере вменяемая девка? Ну, ладно. Это я не знаю даже. То, вы можете, кстати, написать и признаться хотя бы сами себе, потому что удержались бы вы. И дальше, в тряпках, полюциях, фимозе и валькацело, или не удержались бы. Я сомневаюсь, что удержались бы. Но это все. Просто себе нужно в этом признаться, если ничего такого там нет, это природа. Такой базар немного выбивается из общей картины, где говорят, что я всех заставлял терпеть, а сам не затерпел. Наверное, стоит объяснить в очередной раз, что же такое терпение. В первой части в СЖ я говорил, что терпеть в реальной жизни не стоит, иначе вас затопчут и не заметят. Я там, наоборот, неадекватных мужчин встречала только. А что ты вообще там делал в этом тиндере, нахуя? Так, ну, я там редко, наверное, адекватные вообще сидят с обеих сторон. Метят. Терпение это прикол, в который я завуалировал такое понятие, как спокойствие и умиротворение. Но так как в нижнем интернете понятие терпения довольно... А где адекватные сидят? Ну, точно не в тиндере, не? Я не знаю. У меня спрашиваете, блядь. Я никогда ни с кем вот так не знакомился. Мне писали всегда. Поэтому я тут как бы вам совет дать не смогу. В тюрьме. Ага. На улице, в библиотеке, алло. На улице ТЦК я не выхожу год. Ну, тогда тебе и нет смысла искать себе какую-то женщину, блядь. Ты не выходишь на улицу, что ты с ней делать будешь? Дома сидеть еще один год? Или что? Ну, это и сотни часов моих разговоров, в том числе и о биопроблемах. И я транслировал разные идеи, от депрессивных до более позитивных. В зависимости от периода жизни и настроения. Тот, который распространяет, что я кого-то там заставлял отказываться от отношений, использовали исключительно то, где я выражаюсь в депрессивном ключе, особенно старые стримы двухгодичной давности, где у меня было очередное весеннее-летнее обострение. Также общая картина дополняется тем, что я говорю, биопроблемы от 300 рублей докидывай, чем якобы подкр... В итоге заработала себе на пластические операции косметолога. Научилась краситься, и теперь куча внимания от мужчин. Идите в зал. К хирургу. Че слабо. Ныть ее дно. Нихуя. Подожди, а доним спасибо за судо. Реально? А что ты сделала? С помощью хирургов? Че за пластические операции такие? Скрепляется тот факт, что я циничный человек с меркантильной натурой. Таким образом наживаюсь на чужих проблемах. Но я не био-тренер. Тренинги и книги не продаю. Никакой не коуч и прочее. И как живой человек не могу... Якста коуч. ...в огромных количествах пропускать через себя био-истории каждого. Поэтому прайс выше обычного доната. Я эти сообщения видел везде. И в донатах, и в чате, и у себя в личке. Это терпеть нереально. Поэтому когда у меня накипело, и биопроблемы очень надоели два года назад, я поставил... Шава Диллер, спасибо за подписку на три месяца. ...прайс 300. Более того... Я никого не принуждал мне их кидать. Регулярно высказывал недовольство. Когда кто-нибудь скидывал очередного до диктито, я просил кого-нибудь это скипнуть. Потому что в сотый раз слушать, как очередняру опрокинула тарелочница, уже просто невозможно. По этой причине недавно начал делать серию биопроблемных видосов, чтобы мне перестали кидать эти вопросы в трансляциях. Но зарабатывать на этой теме можно запросто. Просто достаточно распинаться часами об этом, устраивать биомарафоны постоянно. О, можешь мне начать этим заниматься, биомарафон устраивать. За 300 рублей совет раздавать. Я неоднократно говорил на трансляциях, что я рад, что вот сегодня никто биопроблемы не донатит. Наконец этот день настал. И бы валится... Коучим буду. ...целые месяцы, что никто об этом даже не писал и не спрашивал. Но по сути, я знаю, что многим нравятся биопроблемы, и они их заказывают, и любят отсматривать всякие пикап-видосы, и тренинги. Но на стримах донатеры платят, и они как бы управляют процессом. Нормоль. Ну, мне капельность, так сказать. Теперь коснемся темы 2 чая и того, что началось. Ну, в общем, меня пытались отыскать, и мою девушку также. Шли споры о том, живу ли я с одной девахой уже 5 лет или нет. Задействовано было множество ресурсов и людей, и одной из первых целей была бывшая девушка, так как мы наверняка плохо расстались, и она на меня таит обиду, и с удовольствием сольет обо мне все. Были придуманы различные схемы, например, по подкупу бывшей, дать ей денег, чтобы она обо мне все рассказала. Вот, например, давно забытый всадник Боцика тоже всунулся в это дело и сказал, что девушке, что было на стриме, нужна только слава и деньги, так что давайте ей дадим денег, пусть сольет про гундос информацию, а ее никто трогать не будет. Еще до меня доходила информация, что какой-то меценат-филантроп хочет заплатить бабу лес тому, кто сольет информацию обо мне, и потом пришлет ко мне спортиков, они поймают меня и снимут на видео извинения, чему многие люди в интернетах разумеется, были очень и очень рады. Некоторые восхваляли подобные инициативы. Также были сделаны мои предполагаемые фотороботы с помощью нейронки, которая по голосу моделирует лицо. Чего, блядь? Асу. Вот это картина. Чего это, блядь? Это аудио РВ? Исходя из голоса или че? Подожди, не понял. Очень рад. Снимут на видео извинения, чему многие люди в интернетах, разумеется, были очень и очень рады. Некоторые восхваляли подобные инициативы. Также были сделаны мои предполагаемые фотороботы с помощью нейронки, которые по голосу моделируют лицо. А, нихуя. А можно по моему голосу лицо смоделировать? Вот эта картинка. Хе-хе, бать Чингисхан какой-то, нахуй. Ну... Окей. Также левые... То есть такой же лысый? Девки вкидывали в трет свои голосовухи и говорили, что это они у меня на стриме были и так далее. В этот момент в закрытых конфах были пробивы моего менеджера по рекламе. Даже очкарик, которого уже пару лет форсят, как меня, и до него добрались, и он сказал, что он, это не я, чтобы его больше не трясли. Блядь, не я, это аудио РВ. Зай... Ха-ха-ха. Ебать, каких-то людей начали наюгнуть. Ещё девушку спадались ко мне, 30 живу один. Где нахуй отсюда? Ебать уже, честное слово. Также была поездка в общагу, где я раньше жил, и туда была привезена пицца, что также транслировалось в конференции. Потом мне захотелось как-то разбавить атмосферу, и я решил поставить на авку канала Гуньдоса из нейронки. А потом поставил Красную Мику. Но уже к 11 января мне накидали два страйка на канал по авторскому праву. И просили кинуть мне страйк в Аномаса, в Аджелинка и прочих. Но только всадник Боцика отозвался и послал третий страйк, чтобы наверняка мне канал забанить. Но его страйки не приняли. Забанить канал не удалось, из-за чего я канал просто скрыл. И тут у многих началась стряска, что якобы канал удалили, всякие коллеги по ютубу стали хоронить. Я же говорил, что это он сам сделал, блять. Мой канал базарить, что конец карьеры. А почему подписки-то пропали? Потерял все из-за бабы и так далее. Ну, так-то так. Получается, да. Но не спешите. Когда вот новый стилер мне подкинут, тогда и проебу. Пока что рано. Короче говоря, об этом всем стали записывать ролики всем, кому не лень. И ситуация дошла даже до Хесуса и Братишкина. Да! Даже Абу мои ситуации. Я! Ситуация отписался в телеграммах. Скажу откровенно, я читал 50 тредов после этого однообразия. Даже. Надоело. Бесконечные монголы одолели меня. Но были интересные моменты. Вот, например, отсылочка на Сайлент Хилл 2. Я вижу этот город в своих беспокойных снах. Кривой урок. Однажды ты бы обещал меня взять туда, но ты так и не сделал этого. Ну что ж, сейчас я одна здесь, в нашем особом месте. Жду тебя, Гундос. Стоит сказать, что в тред регулярно сливались личные данные левых людей, которые были, возможно, мной, а возможно и нет. Например, из последнего, что я слышал, интересная версия. Нашли очередного человека, пробили его и выяснили. Новая рабочая версия. РВ 50-летний подпивас из КУФ, отец Прокофьева, имея минимум двух детей и жену, прогонял про Блэкпилы Ванамаса по 12 часов за стрим. На Новый год привел свою молодую любовницу. Пишем его жене об этом, не дадим сохраниться их браку. Позже оказалось, что этот человек батя польского шкаляра, фрилансера по фамилии Прокофьев, который даже стрим запускал, чтобы доказать, что он это не я. И чтобы его мамки перестали писать. Были поиски любых людей на ютубе с похожим на меня голосом. Их тут же пытались пробивать. Еще нашли какого-то польского шкаляра на форуме для молодых программистов с ником Аудио и с такой аватаркой, которая даже у Ильяса на паузе стоит. Короче, возможно, я еще и на польском форуме прикидываюсь школьникам и участвую в олимпиадах по информатике. В итоге всех этих двухнедельных метаний дошло до того, что эти товарищи стали друг друга пробивать и сливать зачинщиков этого беспредела. И один из зачинщиков, это один из... Схавали друг друга еще. Из-за того, что им похер, что в стране происходит. Я пыталась им что-то доказать, но они все равно на своем стоят, что они нейтральны и все мнения надо уважать. Как быть? Сука, лапки, паси... Спасибо за 120 рублей. Пострелась с парнем из ЛП. Из-за того, что им похер, что в стране происходит. Ну, слушай, да забей ты хуй и все. Не, ну я не говорю, что надо перестать с ними там общаться или что-что. Просто не обсуждать с ними политику. Рано или поздно, надеюсь, они поймут, что были неправы. И вот тогда, вот тогда ты подойдешь им в лицо, скажешь, ну что, сука? А я говорила, бля, фу, сука, твари, бля. Из моих нарезчиков, которых я никогда не трогал, давал им возможность донаты собирать, нарезание хуйни, что я говорил на стримах. Ну, а мне теперь вот так отплачивают. У многих до сих пор есть вера и надежда, что бывшая, либо нынешняя деваха меня сольют за деньгу. И все. Поэтому я должен быть тише воды ниже травы, чтобы вдруг не быкануть лишний раз на деваху, иначе она меня кинет и все сольет. Вот, например, волчонок. Например, сообщение. Мы должны дотравить рвоту до РКН. Рвота. Как они его только не называют. Значит, это будет не победа. Травим до конца до РКН, найдем мать и ее будем травить. Травля которой не было ни у... О, ебать, они злые-то, сука. Пока оно не сдохнет. Ёп. Нет цитаты. И буквально позавчера кто-то стал вбрасывать сообщение, что я... Якста меркантильная устрица. Якобы умер. Цитата. Привет, это девушка Ауди РВ настоящая. Позже скину пруф. Сообщаю, что он умер два дня назад. Я не имею доступа к его соцсетям, поэтому не могу сделать пост в его ТГ. Позже может получиться. Все, кто участвовал в его травле, я лично займусь наказанием. Папочки собраны. Я этого не прочу вам, пидарасы, домороз. ОСУЖДАЮ! Ощеная. Надеюсь, каждый из вас получит то, что заслужил. Конец цитаты. Ты че такое говоришь? Хорошо, что эта хуета не завирусилась, а то меня и так уже хоронят неделю. Всякому не лень. Также позавчера мной чисто случайно был замечен трэд уже отравлия Гамовера. Есть такой человек. Кто? У меня о нем ролик имеется, который стримерке донатил 2 ляма рублей. И судя по стилюм написания шап... Да ты шо охуел, блядь? Лучше бы меня закинул дебил, блядь, конченый. Капки очень похожи, что и мой трэд, и трэд Гамовера сделаны одним и тем же человеком. Или одной и той же группой людей. Но в данный момент, насколько я знаю, этот трэд уже выпилен. Так как... Гамошу знать надо. А я не знаю. Травить Андрейку нет за что. Просто кто-то уже окончательно с катушек слетел и пытается наезжать на всех подряд. За прошедшие 100 трэдов, посвященных мне, было слито огромное количество личных данных людей. И меня поражало, что мудорация 2Ч эти трэда не подтирала. Потому что даже по меркам 2Ч там был перебор. Но 2 страйка, тот человек, который мне их прислал, он таки решил их отозвать обратно. И несмотря на весь негатив, хочу все-таки поблагодарить Алексея Поднебесного, вертосексуала и паблик на ютубе больше 17 лет. За то, что они побоялись высказать противоположную от большинства точек. Я тоже высказал противоположную. Кузрение. Ну и спасибо неожиданно для меня, конечно, Ванамасу, что не стал кидать страйки и участвовать в травме. Он имел на это определенное право, но поступил как лев. Поэтому отныне тема Маслакова на моем канале закрыта. Опа, ничего себе. Перемирие с Ванамасом. Теперь он лев. Теперь этот лев. Теперь это лев, который спит на саных тряпках. Вот это ничего себе. Народное творчество, конечно, не в счет. Эдиты там всякие нарезки, над которыми стараются определенные авторы. Пожелания аудитории я буду просматривать, как и все остальное. Но на этом пока что все. Пишите письма и всего вам доброго. Че, блядь? Ладно. Ну я не знаю, че, ребят, че ты скажешь. Второе дыхание для канала. Сколько в итоге здесь будет просмотр подписчиков в будущем, непонятно. Будут ли его смотреть, ну, это видео набрало уже больше ста тысяч просмотров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.